Ура! Наконец-то не играет музыка, и мы можем спокойно снять мукбанг. Они вроде выключили свою шарманку, как будто по заказу. Надеюсь, что они минут 15 помолчат. Я, оказывается, очень подлый человек. Я это поняла не дав. Я сейчас вам расскажу, что я сделала. Подлый человек. В общем, я задралась с этим рестораном. Время час ночи, 12. Они все равно на полную, у них там шарманка, песни и все дела. Но сейчас не настолько поздно. Сейчас время где-то 8. У нас дома не было света, поэтому я вовремя снять мукбанг не смогла. И выложить видео тоже. Без Wi-Fi нечего было делать, и я просто легла спать. Проснулась, вижу, уже свет есть. Мама тоже поспала. В общем, что я сделала на днях. Если вы думаете, что я такая белая, пушистая, добрая, классная девочка, то вы ошибаетесь. В общем, время уже 12. И они до сих пор, до сих пор, вот у них музыка на полную громкость. Закрываешь окно, все равно слышно. Не дай бог, если ты откроешь окно, это просто будет такое ощущение, что он поет у тебя дома. А на улице такой приятный ветерок. Хочется открыть окно. Вот такое ощущение, что он прям под ухом тебе поет. Обожаю тироллы. Мои самые любимые с креветочкой. Не сильно острые. Один раз я позвонила, предупредила. Второй раз я опять позвонила. А на третий раз они не взяли трубку. Я просто позвонила в полицию. И пожаловалась на них. Да, это очень по-крысински. Некрасиво как-то. Ну а что делать? Зато моментально решили вопрос. И уже на следующий день в 11 была последняя песня. Надо просто иметь совесть. хотя бы после 11 уменьшать хотя бы как-то звук. Ну я не знаю просто. Когда смотришь сверху, там никого нету. А все равно музыка. Но самое главное после моего звонка они вырубают свою шарманку в 11. Неудивительно, что здесь у людей есть маленькие дети. Как ребенок засыпает с такой музыкой. Это конкретный косяк этой квартиры. Мы ее покупали летом. И мы ее смотрели днем. А днем этих песен нету. В общем, продавать эту квартиру тоже надо днем. Вообще, эту квартиру я не люблю. Вот не нравится мне эта квартира. Мне кажется, ошибка, что мы купили именно эту квартиру. Была другая, чуть ближе к метро. там квадратуры побольше было. И мы хотели купить ее. Но папа хотел, чтобы мы купили квартиру. И ему еще осталось на машину. И папа всячески старался экономить и выбирать варианты, которые подешевле. И в общем, выбрали мы вариант, который нас устраивает прям полностью. И нам риэлтор сказал, что эту квартиру еще хотят. Дайте задаток. Мы подумали очередной разводняк, потому что здесь риэлторы очень часто так говорят. Хотя никто другой не собирается покупать эту квартиру. просто, чтобы ты быстрее решился на покупку. Папа с мамой должны были поехать в деревню. Папа сказал, два дня я поеду приеду в деревню, потом сделаем куплю продажи. Что вы думаете? Наверное, не судьба. За эти два дня кто-то купил эту квартиру. За два дня, прикиньте, квартиры годами не продаются. И такое хорошее здание. Все хвалят хозяина этого здания, кто строил МТК. То есть, все довольны. Вот. Я каждый раз, когда прохожу около этого здания, я вот мечтаю, чтобы у меня была квартира в этом здании. Мне настолько это здание нравится. А квартиры как у нас подорожали. Я просто офигела. Недавно смотрела, просто на 30% подорожала недвижимость. Прям резко скаканула. Как мне повезло, что я купила квартиру. Не устаю просто радоваться. это просто однушку. Надо рассчитывать где-то 50 тысяч долларов. Однушка. И она не в центре. Просто рядом с метро. Там сумгаид, хардалан. Я эти вообще варианты не рассматриваю. Я рассматриваю варианты поблизости метро. И вот просто год назад то, что я смотрела и сейчас, я просто офигела. я все думала, что ипотека это невыгодно, рассрочка это невыгодно, ты платишь больше и так далее. Возможно, ипотека действительно не очень выгодна, но рассрочка у застройщика очень даже выгодна. Получается, например, ты покупаешь квадрат за одну цену, пока здание достраивается, цена за квадрат меняется. Ну, в общем, я с вами хотела поговорить вообще не на эту тему. Совсем забылась, начала говорить совсем про другое. В общем, мы с мамой вчера сели поговорить. Мама мне сказала, садись, мы поговорим. Мама мне говорит, я с тобой сейчас говорю не как мама, а как зритель твоего канала. Я говорю, ну давай, что не так? Мама говорит, ты говоришь одно и то же плюс-минус, одни и те же истории, хотя в твоей жизни куча всего происходит. Я правда не знаю, что, видимо, маме виднее, что происходит в моей жизни интересного. Мама говорит, ты говоришь постоянно на какие-то негативные темы. Я говорю, например, например, квартиросъемщики. У всех бывают такие проблемы. Зачем людям рассказывать о своих проблемах? говори о чем-то позитивном. Я вот абсолютно искренне вам могу сказать, ничего позитивного за последнее время особо не происходит. Нету каких-то грандиозных новостей, которые я скрываю от вас. Там мне подарили 101 розу, я ее просто не публикую, чтобы люди не сглазили. И так далее. То есть, было бы что-то позитивное, я бы рассказала. Нету, я рассказываю о чем-то пессимистичном, например. Мама говорит, что говори на какие-то общие темы, там, не знаю, какую книгу прочитала, какой цвет любишь, на какие-то такие вопросы отвечай. чем рассказывать про квартиру, про квартиросъемщиков, этот негатив дать людям. Если взять себя как зрителя, я лично не люблю эстетичных блогеров. Я люблю блогеров, у которых жизнь плюс-минус похожа на мою. Когда я вижу, что блогер там каждый день путешествует, каждый день в разных местах, мне сейчас это не очень интересно. Не то, что меня зависть распирает, хотя, может быть, это и зависть. Там, не знаю, блогер встает и говорит, я супер продуктивна, много чего успела за день. Я сделала это, третье десятое, я только встал. Это даже я слышала в стендапе. Одна девушка говорила, вот эти супер продуктивные блогеры меня раздражают. Меня тоже, если честно, они раздражают. Ты просто чувствуешь себя лохушкой. Она все успела, да и ничего. Я пытаюсь маме объяснить, что людям интересно. Обычные проблемы, бытовые какие-то моменты, не только позитивные, но и что-то негативное. Почему нет? Вы тоже как моя семья. И мы с вами вместе анализируем ситуацию, находим выход решения. Я читаю комментарии, получаю какие-то советы. Насчет квартиры вообще там решилась ситуация просто супер. если вам интересно, я расскажу в следующем видео. Просто самое главное под этим видео напишите, пожалуйста, интересно ли вам какие-то негативные моменты в моей жизни или все-таки стоит рассказывать только про позитив. Только честно, я не обижусь. Какой клапсэндвич вкусный. А вся фишка в том, что здесь колбаса офигенно вкусная, сервелат российская. Обожаю российские колбаски. Они бывают особенно вкусными. Так вот, мама меня отругала. я вообще люблю спрашивать у родственников, у подписчиц, которых, например, встречаю на улице, вот какие бы корректировки ты внесла в мой канал. Вот что тебе нравится больше смотреть. Мне реально интересно, что скажет человек, потому что от ее ответа зависит мое направление. например, у брата спросила. Брат говорит, ты можешь просто заткнуться и есть и побольше снимай мукбанки. Здесь же нету ничего сложного. положила все и поела. В день можно три мукбанка снять. Люди ждут, эти не стыдно. Ужас. Когда один день нету видео, брат меня прям казнит. Моему брату особая любовь к еде. Он, например, может сделать яичницу из десяти яиц и с удовольствием это все съесть. Прямо с удовольствием. И, в общем, каждый со стороны делает какие-то замечания. Единственное, что мне нравится у моего отца, он никогда не делает никаких замечаний. Вот никогда. Ой, здесь ты одета откровенно. Это что за темы ты обсуждаешь? Папа никогда никогда не лезет, хотя смотрит видео. Папа говорит, мне так приятно, когда я читаю что-то хорошее про тебя в комментариях. Папа говорит, меня прям гордость распирает. это моя дочь. Я как будто Нобелевскую премию получила за какие-то открытия. Волшебный коллапсэндвич. Когда мама готовит, она слишком сильно обжаривает хлеб и коллапсэндвич получается жестким. А я так сильно не обжариваю, получается мягеньким, прям тает во рту. Роллы это просто любовь. Некоторые спрашивают про фигуру. После сборцала изменилась ли моя фигура. Никаких результатов пока что я не вижу. Но я согласна с тем, что я не придерживаюсь питания и так далее. Но у меня изначально тоже классная фигура. То есть меня она устраивает. Но вместе со мной ходят еще две девочки. И у них тоже особо никаких результатов нет. Мне кажется, вообще быстро собрать классную фигуру это просто не получится. Это из ряда фантастики. Будьте готовы, что минимум полгода нужно для каких-то результатов. А может даже больше. сегодня мы что-то все покушали. Мне реально очень важно ваше мнение. Напишите его в комментариях, стоит ли рассказывать про свои проблемы, про свои какие-то неурядицы в жизни или стоит нести позитив и говорить только на какие-то позитивные темы. Будет очень интересно почитать. Также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Он у меня открытый. Вы можете просто зайти посмотреть или возможно подписаться. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.